Отсутствие денег не повод сидеть дома на диване и с завистью просматривать фотографии отдыхающих друзей. При минимальных затратах в условиях кризиса можно путешествовать и сегодня мы вам это докажем. У нас в студии путешественники-авантюристы, именно они будут учить вас незатратному отдыху. Итак, давайте знакомиться Сергей Каминский, исследователь-путешественник со стажем Юлия Шенгареева, путешественница и Валерия Королева, руководитель волонтерского центра Дворца молодежи. Сергей, у нас кризис, все екатеринбуржцы спешно скупают тушенку, гречку, а вы тем временем думаете о том, как же утолить голод впечатлений и собираетесь кругосветку на автобусе. Что это за способ такой путешествия на колесах? Ну это проект совместный с музеем истории Екатеринбурга, такой это музейный автобус. Идея у нас такая, мы одними из первых начали готовиться к юбилею Екатеринбурга, Екатеринбург-300, и подумали, что одной из интересных идей такого подарка может быть собрать Екатеринбург, собрать людей, которые так или иначе вышли из нашего города или имеют какое-то отношение к нему, собрать города, которые тоже имеют какие-то связи с нами. Мы хотим проехать действительно весь мир, это проект до 2023 года, то есть мы будем путешествовать по одному-два месяца в год, это все континенты. Идея у нас такая, мы хотим везде, во всех странах, где мы будем проезжать, городах, найти выходцев из нашего города, которые может быть в 2018, 2019 или совсем недавно уехали отсюда. Точно так же есть большой след екатеринбургский по миру, Свердловский в виде там различных сооружений, зданий, от строя отрядов по Советскому Союзу до там, скажем, помощи братским странам там СССР или соцлагерю Африки. Мы хотим также собрать некую коллекцию мифов и образов Урала, Екатеринбурга. Мы будем по пути меняться, как в детской игре меняться. Обмениваться мнениями с анастасовцами? Даже не столько мнениями, сколько артефактами, то есть мы повезем какую-то уральскую коллекцию, такое презентует Екатеринбург, а в то же время будем получать в обмен какие-то местные истории, таким образом представлять Екатеринбург и в то же время собирать такие связи со всем миром. Проект у нас открытый, мы сейчас формируем команду, в нее войдут архитекторы, дизайнеры, которые, например, подчеркнут какие-то интересные идеи по развитию нашего города. В перспективе войдут, например, музейные кураторы, которые будут налаживать связи с музеем по всему миру, находя общие точки стыковки. Войдут авантюристы-путешественники, у которых за плечами практически кругосветки уже имеются в нашем городе. То есть команда такая авантюрная, действительно, во многом. Кто будет за рулем тоже историю путешественников? Нет, за рулем у нас есть кандидатура. Это Максим Шипулин, последний чемпион по спелеологии, человек, который доставал чебаркульский метеорит. Ого-го! Его папа взял в детстве, в 12 лет, в путешествие на Горбатом-Запорожье, из Свердловска, через всю Прибалтику и обратно, штурманом. То маленький молодой Шипулин проехал, и вот до сих пор он не может остановиться в этом путешествии. Но вообще проект открытый. И мы первые два года, почему проект еще антикризисный? Потому что первые два года у нас Кронштадт-Екатеринбург-2015 и Екатеринбург-Владивосток-2016. То есть два с половиной года мы будем открывать свою страну. Идея у нас такая, да, а вам слабо, так зажигательно, интересно провести отпуск. Сколько это будет стоить для участников? Я понимаю, что еще вы не подводили какие-то математические подсчеты, но тем не менее уже какие-то числа можем озвучить. Ну, у нас идея такая, что мы будем максимально минимизировать затраты для участников. В том числе мы будем делать... Толкать автобус самостоятельно. На самом деле это не так все дорого, как кажется. Мы будем делать еще и бесплатный такой кастинг, вернее, кастинг для всех, кто захочет поучаствовать в проекте бесплатно. То есть все урфо, то есть нам могут люди написать мотивационное письмо или снять мотивационный ролик и попасть в один из этапов кругосветки совершенно бесплатно, если действительно мы поймем, что этим людям есть что сказать, если им действительно не все равно, как развивается их город, и они хотят развивать такие связи со всем миром. Это очень здорово, это очень интересно. Вы говорили, что будете открывать Россию, но вы уже на данный момент, так скажем, исследовали наш Урал на такие интересные места. И даже есть карта, где обозначены интересные места, которые обязательно стоит посетить. Вот об этой карте можете рассказать поподробнее? На самом деле вот один из девизов этого нашего большого проекта, что путешествие — это не столько куда, сколько как. То есть если вы хотите видеть, если у вас открыты глаза, то вы можете интересные, потрясающие вещи прямо под ногами открыть. Я вот не с карты, с артефакта начну. Вот, например, это зуб акулы, которому 300 миллионов лет. Его можно найти. Вот город Камышлов, Северловская область, рядом есть река Дерней, и там есть выходы... Можно накопать себе. ...древних отложений. Лучше, конечно, ехать с палеонтологами профессиональными, которые ведут в экспедицию, чтобы не нарушить эти слои. Но это действительно все возможно. Точно так же можно сплавиться по реке Исеть и увидеть историю эволюции Урала, когда здесь были океаны, когда здесь шли извержения вулканов. Все это можно совершенно спокойно, своими глазами увидеть. У нас есть геологический клуб «Тропа», например, во дворце творчества учащихся пионеров, бывший дворец. И вам все это покажут и расскажут. И вот на этой карте, которая сделана на платформе Google Maps, мы собрали практически все достоверничательности, которые есть в Свердловской области, больше 200 точек. И часть еще по Уралу у нас представлено объектов. Это и природные объекты, заповедники, интересные, например, минералогические объекты. Это и экскурсионные объекты, например, музеи, или какие-то достоверничательности, например, заброшенные тоннели, рудники. Это и религиозные объекты, это и производственные площадки. Мало кто знает, потому что прямо в Екатеринбурге есть кинологический центр ГУВД, где можно совершенно практически бесплатно познакомиться с такой уникальной профессией, пообщаться с собаками служебными. Вот это не то, что маршрут выходного дня, это маршрут трех часов. И вы откроете для себя совершенно другой Екатеринбург. Точно так же таких маршрутов в десятки по Уралу. Вот мы послезавтра едем, например, в Алапаевск. Там создается музей колейной железной дороги, вернее, развивается, обновляется. Там можно покататься на ретро-поезде, а можно покататься вообще на дрезинах, на пионерках. Совершенно фантастическое удовольствие, совершенно за скромные деньги. Здорово. И я думаю, что карта на самом деле тоже такой интересный источник, который можно поисследовать и для себя что-то интересное найти. Но опять же, такой отдых, он не для всех. Не всем хочется где-то что-то копаться, искать зубы акулы. О волонтерстве, так называемом, сейчас поговорим. Валерия, расскажите нам, как можно, не затратив деньги ни на что, отправиться, например, куда-нибудь в Америку или еще. Да, ну понятно, что волонтерство во многом понимается как бесплатная работа, и об этом не нужно забывать. В первую очередь, это работа. Это какая-то деятельность, активность, когда ты что-то делаешь для другого, не для себя. И путешествие – это такой вот бонус, какая-то награда за то, что ты это делаешь. В Европе очень популярно волонтерство. У нас волонтерство сейчас тоже набирает обороты, но у нас вот пока что это в таком, скорее, направлении спортивного волонтерства или волонтерство на местах, когда локально люди ходят. А вот с путешествиями, с выездом за границу – это больше в Европе популярно сейчас. Куда можно поехать? Какие страны ждут наших российских студентов? Или, может быть, люди постарше тоже могут принять участие? Мир вообще ждет русских, и не только русских. Студентам открыто огромное количество вариантов от специальных европейских программ, таких как ЕВС, это программа от Европейской комиссии, программа полностью оплачиваемая, от визы до транспортных расходов, проживание, пребывание, все полностью выделяется, оплачивается. Туда могут поехать молодые люди от 18 до 30 лет. Единственное – это мотивация, потому что нужно создать резюме правильно, нужно написать мотивационное письмо, и нужно понимать, зачем, куда ты едешь. Сказать в мотивационном письме «я еду, чтобы покорить Европу» не пройдет. Что нужно писать и куда приглашают работать? Приглашают работать в совершенно разные места. Есть центры экологические, есть центры исторические, археологические, какие-то национальные парки куда-то ездить работать. Есть центры достаточно суровые в плане социалки, то есть нужно поехать работать с инвалидами, с детками, с ограниченными возможностями, какие-то центры для беженцев и так далее. Есть какие-то медийные, культурные проекты, разные фестивали, очень замечательные вообще проекты есть. Например, в Италии можно поехать на три месяца и на каких-то театральных фестивалях работать. Плюс таких путешествий, более того, что ты выезжаешь в среду, то есть ты выезжаешь в Европу, ты общаешься в команде волонтеров, которые также из всех других стран Европы и мира. Ты, собственно, с ними можешь подружиться, пообщаться. И потом приезжать в гости. Совершенно точно. Как говорим, ты можешь устроить тур, объезд такой. Для людей, которые постарше, действуют другие программы. Есть международная организация SCI, называется. Это целый комплекс организаций по всему миру. От Африки, Центральной Америки, во всех странах, вплоть до Антарктиды. У них есть проекты. Проекты короткие, от двух недель, где можно просто поехать, например, во Францию и восстановить какой-то замок. Здесь тоже полностью все оплачивается. И виза, и билеты, проживание. Здесь оплачивается только участник, который должен оплатить свой проезд и визу. Проживание, питание и досуговую деятельность. Ее организует принимающая сторона, наоборот. То есть они хозяева, они с удовольствием покажут, расскажут и также контактами помогут. Более того, есть разного рода программы обмена. Так сказать, use exchange называется. Молодежный обмен. В рамках этого обмена можно тоже на разных участвовать проектах, культурных, проектах социальных. И, опять же, возраст зачастую в волонтерстве не принципиален. Не принципиален никакие ограничения физические. Например, сейчас очень популярны проекты инклюзивные. Для людей, у которых есть какие-то ограничения по здоровью. Слабовидящие, слабослышащие и так далее. Есть проекты, которые специально созданы для них, чтобы они тоже открывали мир, выезжали, что-то делали. Есть вообще потрясающие примеры программ. Их можно все найти в интернете, можно все это посмотреть. Вот у нас, в Дворце молодежи, как раз в нашем центре, мы занимаемся развитием таких программ. Мы приглашаем к нам ребят, которые хотят что-то делать, которые готовы путешествовать. Делать сначала что-то у себя на месте, да. Затем увидим, что они действительно социально активны. Это бесплатное участие? Это бесплатно, конечно. Единственное, что транспортные, повторюсь, расходы, порой ревизы. А знание языка? Знание языка не может служить отказом для вас. Если, например, вы недостаточно хорошо говорите по-английски, вам на этом основании, в зависимости от проекта, конечно, но зачастую не откажут. Но если у тебя, например, проект педагог, ты должен общаться, например... Свободно. Да, ты должен это делать, просто иначе ты не сможешь компетентно выполнять свою работу. А в остальном, ты выезжаешь в Европу, ты используешь общество твоих... Ну, не используешь, а пользуешься помощью твоих знакомых волонтеров и каушсерфинг и все остальные вот эти известные уже во всем мире методики, технологии путешествий. Да, и ты осваиваешь вообще только так. Вот. И, собственно, в Волком, дворец молодежи, там мы вам подробно расскажем, как поехать. Кто-то путешествует на Урале, кто-то, может быть, уже собирается отправиться с вами в тур и пишет мотивационное письмо, а кто-то уже успел попутешествовать, посмотреть мир, причем сделал это автостопом. Расскажите, пожалуйста, Юлия нам о своем путешествии. На самом деле, в довольно-таки небогатых странах, например, Центральная Америка, Восточная Африка, Юго-Восточная Азия, там не нужно много денег, чтобы путешествовать интересно, насыщенно, и, что самое главное, общаться с людьми. Потому что я считаю, что путешествия — это в первую очередь общение. Это те люди, которые вокруг тебя находятся, и важно коммуницировать с ними, впитывать что-то от них, брать интересную информацию. Вы взяли вот такую маску. Да, это маска, купленная в Танзании, на острове Занзибар. Вот такая племенная маска. Она не заколдована? Есть сейчас на себя какое-нибудь проклятие? Это хороший вопрос, потому что от африканцев можно ожидать чего угодно. Надеюсь, к концу эфира у меня не выпадут волосы. Буду верить в это. Я думаю, что она принесет только хорошее. То есть, если она и заколдована, то только на позитив, потому что африканцы меня поразили своим позитивом, открытостью, жаждой жизни, гибкостью мышления. Касаемо автостопа. Я начала говорить про то, что это важное общение. И у нас всегда девиз, когда мы путешествуем, это «be local». То есть, будь как местные жители. И автостоп – это прекрасное средство познакомиться с людьми, выстроить контакты с ними. И вот потом приезжать в гости и общаться. То есть, у нас друзья в фейсбуке, которые нас подвозили. То есть, это вот очень живое общение, за что я очень люблю автостоп. Надо пошире улыбнуться. Надо почерп все написать. Нет, с табличкой, кстати, это отдельный способ путешествия с автостопом, но он считается среди автостопщиков немного упрощенным. Потому что, если на табличке написано направление, это означает, что те машины, которые, например, доезжают до половины, они уже не остановятся. А важно, чтобы остановились, и важно как раз-таки пообщаться с людьми, и посмотреть, как они живут, и послушать от них. То есть, что важно, на мой взгляд? То есть, это открытость. Важна благожелательность, потому что человек всегда чувствует. Или ты со своим уставом в этот монастырь пришел, или ты готов слушать, готов что-то воспринимать. То, что в родной стране немного по-другому. Стоя на трассе, важно расположить к себе водителя. Например, когда машина приближается, важно установить зрительный контакт. Чтобы водитель понимал, что вы не представляете из себя опасности, что вы путешественник, возможно, даже гость, и очень хотите пообщаться, и очень хотите поисследовать страну. То есть, всегда очень уважительно относятся к тем, кто исследует страну. Но это не приемы, это, наверное, больше очевидные истины. Вы очень много привезли разных интересных, красивых вещей из Африки. Все они очень недорогие. То есть, можно сэкономить на подарках. Вот, например, браслетики, расскажите. Да, на подарках. К примеру, я ездила перед прошлым Новым годом. Я своим друзьям и знакомым подарила подарки из Юго-Восточной Азии. Африки, простите, из Восточной Африки. И все были просто счастливы. Ну, например, вот этот браслетик, он сделан племенем Масая, да, и вот он такой разноцветный. У них принято очень много цветов и в одежде, и в украшениях. 30 рублей его стоимость. Да, его стоимость около 30 рублей, но это очень много удовольствия, по-моему, он так очень хорошо смотрится. И их там очень много, можно выбрать любую расцветку. Их продают дети, их продают на улицах кругом, и стоимость, естественно, невелика. Или вот, например, вот мы видим такие куколки. Я просто собираю куколок из разных стран. Вот тоже типичные представители африканского племени, вот мужчина и женщина. И вот одежда африканская, вот Масаи, носят такие покрывала, очень яркая расцветка. Это все очень недорого, но при этом она очень теплая, я им пользуюсь и дома. Самое главное, это накопить на билеты, вот в вашем случае, а отдых уже сам будет не таким затратным. Да, но я все-таки не стала бы это называть отдыхом. Это больше туризм. Тут нужно понимать разницу между отдыхом и туризмом. Опять-таки, да, смысл слова отдых. Для кого-то отдых — это лежать на пляже, для кого-то отдых — это ездить, смотреть, исследовать. Это можно сочетать, то есть не обязательно одно-другое, вполне можно комбинировать, что мы, собственно, и пытаемся делать в наших путешествиях. То есть, да, главный расход — это билеты. Но тут можно мониторить различные скидки авиакомпаний, которые регулярно предоставляют какие-либо бонусы, то есть следить за состоянием билетов, за состоянием рынка на авиабилеты. И, зная конкретный регион, можно купить билеты очень даже недорого. Тут опять-таки вопрос дат. Если срок гибкий, тогда проще купить билеты по дешевой цене. Если нужно с такого-то дня по такой-то день, тогда это уже, конечно, будет сложнее, но тоже можно. То есть, вот основной расход — это билет, все правильно. На жилье можно экономить, вот опять-таки, каучсерфинг, старый добрый каучсерфинг, но также жизнь в палатке. Мы всегда берем с собой палатку, да, возможно, это минимум удобств, но зато эта жизнь, как она есть. Мы ночевали на пляже, например, мы смотрели на невероятные звезды, это невероятная романтика, на самом деле, наречиватель. Каждый выбирает для себя удобство или впечатление, это очень важно. Да, можно комбинировать. А можно совмещать? Да, можно совмещать. Друзья, большое вам спасибо, я думаю, мы уже стали подружились, я сейчас еще что-нибудь выпрошу, шучу, не переживайте. Вам большое спасибо за полезные советы, я думаю, наши зрители обязательно возьмут их на вооружение и отправятся путешествовать. Спасибо вам большое.